Здравствуйте, меня зовут Дементьева Светлана Николаевна, я акушер-гинеколог клиники иммунологии и репродукции. Профилактика бактериальных вагинозов. Дисбактериоз это невоспалительное заболевание влагалища. Обычными бактериями, которые там живут, являются молочнокислые бактерии. Молочнокислые бактерии в этой среде образуют перекись водорода и молочную кислоту. Они представляют собой основных обитателей этого микробиота. И другие там находятся тоже, но в гораздо меньшем количестве. Количество лактобактерий. Количество лактобактерий определяется очень многими факторами у женщины. Основным из этих факторов является количество женских половых гормонов, что, соответственно, зависит от функции яичников. Если функция яичников хорошая, то они выделяют достаточное количество эстрогенов. Эти эстрогены вызывают пролиферацию клеточек влагалища. Они вызывают накопление гликогена, это сахар такой в клетках поверхностных. И при слущивании эти клеточки являются питанием для молочнокислых бактерий, лактобактерий. Соответственно, если количество женских половых гормонов нормальное, достаточное, то у молочнокислых бактерий, у лактобактерий есть достаточно питания, и они там находятся, размножаются в достаточном количестве. Если у молочнокислых бактерий достаточное количество, то они защищают вот эту среду от развития, от увеличения численности других бактерий, которые там также есть. Те бактерии, которые там находятся, другие, кроме молочнокислых, они тоже имеют право там находиться, но только их количество должно быть четко ограничено. Основными представителями флоры у основного количества женщин на земле являются молочнокислые бактерии. При бактериальном вагенозе это соотношение немножко смещается. То есть, во-первых, количество лактобактерий сильно уменьшается, тогда на их место приходят другие бактерии, которые там в норме тоже живут. Соответственно, от чего это может происходить? Это могут быть какие-то заболевания из-за нарушения менструального цикла, связанные. Это, например, могут быть ситуации, когда функции яичников снижены, количество женских половых гормонов снижается тоже, и, соответственно, что нарушает, делает сдвиг в сторону уменьшения молочнокислых бактерий. А если, например, женщина использовала какие-то антибиотики, антибиотики убивают иногда не специфические бактерии, то есть, направленные могут быть не против каких-то определенных, а против достаточно большой группы бактерий широкого спектра действия, и в том числе молочнокислые бактерии при этом тоже могут пострадать. То есть, антибиотикотерапия тоже может привести к дисбактериозу или к бактериальному вагенозу, что является синонимами. А если нарушена флора в кишечнике, если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, и там, а именно в толстой кишке, тоже дисбактериоз, какое-то количество и гнилостных бактерий увеличивается, и грибков, это, соответственно, тоже может приводить к изменениям флоры влагалища. Если женщина механически производит вымывание, в виде спринцевания, например, или использование спермицидов, также может влиять на качество и количество влагалищной флоры. Как это можно диагностировать? При осмотре стенка не выглядит воспаленной, то есть это невоспалительное заболевание, это дисбактериоз. Соответственно, по всем признакам, которые мы будем смотреть, мы не будем видеть воспаление, но будем видеть нарушение флоры. Из жалоб это могут быть, в первую очередь, неприятные выделения, неприятные и по запаху, который имеет немножко рыбный такой запах, и по количеству, по качеству они немножко у женщины становятся другие. На осмотре мы видим обычную стенку, не красную, выделения более обильные. если проводить измерение pH, то оно будет немножко в сторону щелочной, нейтральной среды, хотя в норме должно быть в сторону кислой. Именно вот эта кислая среда обеспечивает достаточное количество молочной кислоты, которая производит обычно молочнокислые бактерии. Для того, чтобы скорректировать вот эту ситуацию, соответственно, применяются тогда не антибиотики в основном, а в первую очередь, да, желательно найти причину, почему это происходит. Хотя, в принципе, да, может быть, анаэробная флора повышена, тогда при бактериальном вагинозе в одном из первых этапов можно использовать те препараты, которые на анаэробную флору действуют. Если такая ситуация повторяется, желательно найти причину и определиться, почему это происходит, и убрать причину, тогда эта ситуация не будет повторяться. Если мы смотрим по мазкам, да, мы при приеме берем еще мазки, то мы не видим там повышения лейкоцитов, а видим снижение количества лактобактерий, да, в обычном, если мы обычный гинекологический мазок, берем, а также у нас в лаборатории можно еще делать мазок, так вот, да, исследование фемофлор, когда мы смотрим, какие бактерии присутствуют, и нам прям в количественном и в качественном отношении это все лаборатория показывает, и можно, соответственно, определиться с диагнозом, да, что это бактериальный вагиноз или какая-то другая ситуация. Вот таким образом, да, это достаточно разнородная такая группа ситуаций, которая может приводить к бактериальному вагинозу, но на приемах и при обследовании это все можно определить. Приходите к нам на приемы, да, мы бактериальным вагинозом тоже занимаемся и сможем вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова